Делал о чем? Мы уже тут установили было. Утром мы перед завтраком каждый рассказывает что успел сделать до 7 часов. Сейчас ровно 7 часов утра. Коротко начинай говорить. Что ты сделал за завтрак? Чем занимался? До завтрака большие ветки мы избавляли от мелких. Они работали? Нет, все мы вместе работали с братьями. Хорошо, чем занимался? То же самое делал. Я сначала перетаскал 15 жердей с заворота, а потом пришел к вам присоединился очищать жердей. А что 15? Больше у нас нет жердей? Есть, но вы сказали оставить работу и к вам прийти. Я так и сделал. Ну я был с вами на глазах. Вот какое дело. Я вечером уже всегда распланировал, но у меня опыт. Утром лежу погода, а погода меняет все. Нигде не нужно проехать даже в дождь. А туда куда? Там если сыр уже нельзя. Всю дорогу размощали этот трактор. А дорога два дня уже без дождя. И я сразу меняю то, что было первым делом. Загрузить сваи и жерди, которые там лежат. И я один поеду, а вы будете здесь заканчивать. Я возвращаюсь и тогда посмотрим. Если вы не закончите, сколько это будет? Здесь должна быть дорога свободная ему. Его сразу загружаем тем, что у нас есть. Увозим туда. Скидываем на Симаковский. А вы в это время работаете. А сваи все загружаем, которые здесь есть? Которые есть. Возьмем все. Они не отпилены многие. У меня сломалась пила. Это я ориентируюсь теперь только на погоду. Потому что здесь проезд ему свободен. Так что то, что я вечером наметил, погода погонула по-другому. Я думал, что в последнюю очередь получилось на первое место. Тем более тут мешают сваи, они туда нужны. И это сошлось. Все. Вы смотрите так всегда. Поговорил так, а пошло по-другому. Потому что... Моя работа, вот она. Так. Вот у него что я. Степите меня. Молодой, где вы? У нас ноготочки возле программы. Хотя это грязно, не дрогайте. Под крышкой не тормитесь. Нужно вот так вот. Женщина поднимает и всегда тут. Ты делай так. Отечеи, тогда противник. Все, что есть на этой куле, все падает туда. А здесь положить на другую куле. Походу еще раз говорю. Крышку отнести, от кастрюли. Увидишь, как женщине делать. Все должны делать, опрокидывать здесь. Я-то у вас еху положил ложку. Она опрокидывать ложка будет там. Она подотнесла. Я буду еху так положить. Понимаешь, куласть передает все. Мне передалось. Мне тоже передалось. Теперь есть возможность исправиться. Вода-то льется же на стол. И хоть куда. Просто надо жить так, чтобы на кухне, на крышке пыли не было. Ну это да. У меня нету пыли на крышке, на кухне. Я ее мою. Да, конечно. Куда? Так, хлопцы садитесь, давайте. Все, замерись. Ну и дал с собой бумажку. Вот. Потом, сколько ты шагами замерил. Как бы по метру считаем. И потом я вытащил жертв одну, его вызвал. И говорю, померь, как ты там шагал. Получается жердей 3 метра. Ну, 3 метра, может там, попуще, поменьше. Так. Надо еще. Жердей туда привести. Как я считал, покажу. Вот так. Снова. Так. Что это? До стока воды 20 метров. 20 метров. Так. Угу. Теперь у нас 4 жерди. 3. Умножаем на 4. Получится 80 метров. 4. 3. И 1. 80 метров. А в нем 3 разделили. Получается 24 жердей. На эту сторону. И таким образом я дальше все это посчитал. Сколько требуется сюда. И все вместе. Надо еще 47 жердей. А там 28. 20 жердей еще. Но надо больше взять. Потому что, ну, 28. Я просчитал. Сколько слов. Так. 28. Потому что на это от края мы перейдем дальше. Это надо будет сразу сейчас выносить. Который он там нарезал. Ветки лежит. Анатолий. Вытащить сюда. Я думаю. Ну, просто опасаюсь. Перейдеть за огромным трактором. Таким. Не запускать сюда. Насчет ворота. Все свалит у нас. Вытащить туда. И, говорят, прямо здесь вот. Ворота открыть. И прямо в ворота положить. Все, которые здесь лежат. Пересчитать. Сколько. Слушай, сколько нужно. Еще нужно 20 жердей еще. Возьмем 30. Потому что там никак не может быть лишним. Потому что там внизу скотина лезет где-то. Что-то. Ну, подведем. А там это есть. Повода дождя нету. Ах, мура. Я подумал. У нас сразу работа. Да мы опять будем отрезать второго мостика. Сразу же грузить на него. Как это туда привезет. Мы возвращаемся с ним сюда. И загружаем. Который лежат здесь. И там и жерди. На второй мостик. К другому у нас пока нет ничего. Там будет видно. И там сбросим. Со вторым мостиком там пока все есть. Которые сучки там. Эти ветки лежат. Кучу перебрасывали. Это так. Но я говорил. Вот которая огромная куча штружек. Увести на костер. И мы сразу его попросим. Загрузим. Сверху. А может быть даже не один раз. Надо воспользоваться этим моментом. Пока трактор никуда не будет. А он отдал. Потому что с теретьем на поле. А трактор никуда не может. А мы сейчас не можем. Стружки загрузить. А сверху уже жерди. Сразу. Чтоб два раза не гонять. Почему? Зачем? Чтоб два раза не ездить. Не так еще не будет. Два раза съездить. Как он будет вываливать? Опять перегружать несколько раз. Ну выкинем жерди. И все. А это не долго. Там их немного. Не нафиг. Мы загрузим. Там это не войдет. Там жерди. Они будут падать. И я рискую этим. Не знаю. А у вас там 47 написано. Почему минус 24? Так. Там всего сколько? 28? Там жерди, да. А, это вы выучили. Я высчитываю. Все. За высчитан тех, которые уже есть. Но я накидываю на то, что там не учтено, что там где-то будет. И поэтому здесь, когда сейчас будете его выносить. Ну. Чтоб 30. 30. А если там останется жерди, то тоже подкинуть туда. Потому что здесь все в море. А там, которые эти будут, тогда мы можем в любой момент добавить что-то где-то. Вот такие у меня замысли сейчас. Я пойду сейчас прогуляю собаку. И там немножко почтой займусь. К обеду подойду. И сразу после этого с топорами и ножами, посмотри, там надо закончить. У нас не закончены. Там понятно, что нам надо делать. Теперь, если вы, может быть, даже я переговорю потом с Никитой. Кто свободен там, Исаак, кто идет. И которые мы здесь начесали, вот эти, их надо ошпулить там. Увезем и там нам не ошпулить. Они небольшие, а просто ставим стояком и перевернул опять. Ну, вот такие вот, нарезанные. Все понятно. Непонятно. Непонятно, почему только эти сразу опилки не загрузить. Я бы загрузил опилки. На них жердень. У нас жердень полностью влезает в кузов. Она никуда не девается. И если внизу будут топилки, мы 30 жердень. Это быстро выкинем. Это недавно. Никуда они не денутся. Видишь. За один рейд мы сделали, да и все. У нас тут все освободить надо территорию. Все это заложено у нас. Надо освободить. Все на пути даже к этой куче. Ну это мы сделали. Надо ее разобрать. Ну и все так прикинуло в моих глазах. Кажется. Так делать. Ничего не надо. Зад вперед сбегать и мы еще не спорим. Это машина. И прямо. А тут костер-то еще ближе. Около кострады. И может даже два раза. Мы тоже заняты. Мы не так как они. Все у меня. Уходим. Рассказываю сейчас. Все знаете. Все в самом деле. Она познакомилась с каким-то мусульманином Аликом. Ну и забеременела. Он ее привез домой. Ну и сказал. Там где-то будет побыть. У кого-то там. Родные. А те, которые ее подержали маленько. И говорят. Тебя обманули. У нас так это не принято. Что приезжали. И за тобой не придут. Ты русская. Тащите. Ну и еще она. Она еще не придумала. Как сделать аборт. Это как мне рассказывали. Так. А когда она туда пришла. А там. Грещанка Елена звать. Детей нету. Она говорит. Роди. Я ребенка то и возьму. И так получилось. А эта Грещанка то. Елена. Довольно зажиточная. И она Марина то воспитывалась. И не знала. Что это ее не родная мать. А приемная. Ну и. Кто-то сказал ей. Уже когда она была взрослая. Твоя мама там тоже живет. Ну она постучала. Та открыла. Вам кого девочка. Она говорит. Добрый день мама. Ну вот погрузили. Игнать Тихонович скучать не даст. Работаем. Радостно. Ну иногда не очень радостно. Но потом радость приходит. День на 10 где-то. Вот нагрузили очистки шкурки. Которые мы сняли. Заготовленных жердей. Столгов. И сейчас Никита все это дело поведет на пруд. Лагерный так называемый. Тимаковский. Машина в которой поворот совершается еще с задних колес. Вот шкурки нагрузили под довязку. Водитель наш. Никита. С рилами управляются здорово. Это у нас Данил. Данил у нас с рилами управляются. А Юрий у нас был пузырь, что принимал в голову. Вот он как делает. Да ее в королы не дойдет конечно. Но так все. Уверен достаточно исполнять. Не дорабатывает видать. Раз сил сколько остается. Или уж запас. колоссальный там. Так. Тут погружено. Территория прибрана. А вот что погружено. Юрий на этом заседает. Уверен. 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 Как параон на своих. чтобы хотеть это и собирать это им уже не подходит по другим временам останутся берегами-то любой может быть, а без денег и покупать уходим завтра в море песня была такая сейчас загружаем то, что я вчера уже текучи настриг вот сложно сейчас будем нагружать Данил в горном Алтае вырос ему в принципе привычно Юрий там ровняет здесь подаем у меня уже наверно глаза красные износ течет на что-то у меня аллергия тут Техника по мощнице и в 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 работа идет Сейчас очередная погрузка Можем себя ощутить где-то 2000 лет назад, даже может больше. Древний Египет, палки, глины, солома, лепим, всплывим. Двадцать первый Египет даже не поминается. Машина времени, потеряевка, машина времени. Приехали мы на пруд, тут еще пока ничего не сделано, укреплять берег, не знаю, прямо вдоль всего берега или только часть какую-то, посмотрим. Смотрю, что для нас сегодня приготовили, это после обеда. Там одна в ведре была, вот с инструментом. Какой-то край-то определён, откуда мы начинаем? Ну вот надо где тут, самый такой обвал начинается прямой. . Сейчас не отсюда, тут давление маленькое. Где-то четко именно. Вон там вот, где-то с поворота, наверное, на чем-то. Как говорит Геннадий Фаст, в те времена в космос не летали, операции на сердце не делали, а ум-то был строить пирамиды всякие, колонны. Без электричества, без станков, и мы сообразили. Укрепляем берег. Сначала промазываются, затачиваются сваи, потом промазываются отработкой. Кто думает, что промазывается, чтобы не гнила эта ошибка, отлично, это чтобы не грызли всякие бобры и прочее. Пропитывается, понятно, что заранее всё тепло. Тебе не холодно там? Всё, потом жердь ставится. Ну вот так столбы, потом ещё несколько жердей поперёк будет, и мы начнём туда суча ставить, заполнять вот это вот пространство между столбами. Суча готовится отдельно. Кувалда это 12, кажется, 400, что ли. Держит столб, чтобы он не криво шёл, а более-менее ровно. Здесь всё, инструмент весь, из-за пила. Там вот сено принесли, часть палатки отрезанная. Шурповёрт здесь, чем смазывать отработанное масло. Вот Данил несёт новый материал, сучки. Здесь я его обрабатываю, с паром получается вот таким. Смотрим. Всё, мягкий. Всё. Отстреливай её! Всё равняется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, теперь следующий тянем столб. Следующий. Убирай. А что, а не будем прикручивать? Оставляем здесь еще одну жертву надо набить. Это не прибивается? А? Прибивать нет. Ну, желательно прибить, конечно. Дорога. А потом сейчас вниз такую жертву. Такую жертву, около самой воды. Вот толстый он у меня выбирает, сваливает. Я ему говорю. Который толстый, а потому что у него есть большой топор. Видишь, он все делает. Дай-ка я буду держать тебе. Давай. Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пашут на мне. Не жалею. Или Данилет. На Пашах, Пашах. На Данилет, Данилет. Как краб на галерах. Я устал, я мухожук. Знаешь, так Ельцин сказал? Похоже. Нет, не слышу. Он ухожу, кого многие называют после этого. Я устал, я ухожу, он сказал. Я устал, я ухожу. Воду возьмешь? Возьму только потом. Я туда поручен сходить. Ну, я возьму. Дальше что-то. Так, ограничение скорости 5 километров. Здесь солома, заготовленная, заранее привезенную. Вот такую толкушку сделаем. Сейчас мы соснимем с другого берега. Как это все выглядит, труды. Спасибо. 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 Берег, чтобы не обваливался, укрепляем. Для соломы используемся палаткой, пользуемся туда в нее кладешь, 4 угла собираешь и понес. Очень удобно, можно вдвоем нести, можно одному. Вот Данил сейчас грузит солому. Хорошо? А вас хорошо. Ага. Побил. Неустойчиво стою. Ата, брат, ну вот так вот. Голубер, Володя. Давай. По центру старайся. Я боюсь об этой рукой ударить. Хорошо идет. Давай, может я помушаю. Пока-то. Со свежими-то силами. Техника нужна. Приглаживать на долю секунды, оставлять всю энергию на кончик, как прыгать. Откол кедров. Что-то она из косок пошла. Уже все. Наверное, хватит. Теперь проволоку привязываем и скорее за все задолбить. Чтобы дальше делать. Натягивай дальше. А я с этим занилом начну здесь делать. А этот будет отрывать там. Что надо. Берите дальше. Отмеряйте. Три. Сколько у нас здесь получилось? Раз. Добрый. Я говорю, поставь под банку. Видели, что ехать нельзя. А как умел кто ехать? Все, теперь можно. Будем. Давайте разгребаемся. Я не знаю. Как-то надо хотя бы в сторонке. Мы... Четверт. Четверт. Подальше нам все равно попрощить. Ну говорите, что делать? Стоять и смотреть и молиться за нас. Отдохните. Мы зря не будем сидеть здесь. Посмотри, что сделали. Да пройди. Первый ряд пройдите. Вы нас пропустите сначала. Потом мы посмотрим. Нет. Вы подойдите, смотри. А мы уберем этот ряд. У нас 9 часов роса выпадает уже. Уже все, нельзя будет. Мы не успеем. Да, Сергей едет. Да-то едут они, братья. Мы быстренько все расчистили. Все убрали с дороги. Все. Спасибо, Христо. Что порпустили. А? Мы уже когда едем? Вечером. Возно. 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 А я на час едем через час-полтора. На Новокруг поедем. Отработайте. Все. Ну ладно. Слава тебе, Господи. Архиерей едет. Архиерей едет. Ой, Господи. Ой, Господи. Находясь. Говорят, архиерей не приедет. Да слава тебе, Господи. Господи, прости, что имя поминает. У них поляки еще там. Ну все. Все. О, все. Я тебе не час кулу. Работай. Да, интересно, сработает эта тема или нет? Сработает. Конечно. Но вопрос на сколько? До следующего года, наверное? Нет. Просто не надо уровень воды повышать. Вот и все. Если будешь повышать уровень воды, то хуже будет. Чтобы его не повышать, надо просто спускать, открывать там. Там уже все открыто. Там просто не надо загораживать. Вот как мы с Юрием сделали, так оно должно быть открыто. То есть, если делать, чтобы больший уровень поднять, это надо делать ее более шире и более устойчивее. Вот посмотрели, у них нет сводку. Они считаются работой. Они предсказывают, а мы молимся. Еще у них нет дождя. А там сколько облаков нарисовали. Вот у них бывает врут, врут, а ошибутся иногда и правда. Как-то сделали соревнования в Швеции или где. За последний месяц кто больше всего соврал. Вот это, как их назвать? Метеорологи? А? Метеорологи? Да не знаю. Которые следят за погодой. Они? Синоптики или как там? Пускай они. Такая же? Да. Вот она. На вот эту. Следующая смена приедет, будет все так самое делать. Не надо сейчас эту. Надо было широкую взять толстую. Значит, это мы взяли. Ну, те, которые я, они ошиблись наконец-то. Те, которые я смотрел. РП-5. До этого они не ошибались. Ну, я не помню, по крайней мере. Всегда совпадало. Что мне ее делать? Вон там, да? Вон там дальше. Надо было широкую взять еще. Широкую мы взяли. Толкать. 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 Толкать тогда, когда там столома, вот так вот стенка сделаешь. И столома сделаешь стенку. Поделай она, чтобы... Чтобы туда, из-за нее уже не просыпалось ничего. Ну, все. По ногу. Ну, сейчас зайди сюда. Вытаскай, где-то. Вот трудно. Не знаю, сколько сегодня успеем. Но время еще есть. До ужина. Сейчас 16.31. Один на моих ходах. Обычно минут на пять вперед. Ну-ка, поделай эту землю туда. Так, честно. Сейчас. Ну, еще минимум час-полтора. Может, два даже будем рвут. А теперь пройди сюда. Ну, вот так вот потеряем-ка. Трудимся, чтобы не развалилась дорога. Так, вот учимся мы на чужих ошибках. Чурку у брата улетела. Я свою зафиксировал сразу. Толбики сюда забил, чтобы она никуда не летала. А то за ней по фото в озеро лазить. Ну, и вот она здесь зафиксирована. Чурку всегда с собой брать врагу. Ну, такого плана имеется. В общем, хорошая. Ну, в общем, здесь вот вода. Метра четыре глубина. Благодаря тому, что поднимали. Посыпали здесь дома. А здесь уже поля идут. Здесь воды нету. Здесь дорога. Пролигает. Дубль номер два. Ну, вот. И штанга не нужна здесь. Не так хорошо. Один колышек забрал. А, я думал, куда колышек делся? Конечно, я не думал об этом. Ну, это братья. Куда веревку-то ты взял? Я ее откинул. Ну, вот. Кинул ты это, я видел. Вот она, по-моему. Проверь там. Я почему тебе и сказал сразу. Веревка-то моя. Она еще дорога. Паракорд называется. Сколько-то? 200, что ли, килограмма она выдерживает? Парашютная стропа. Коктовела корносай. Коктовела как? Корносай. Корносай? Корносай. Это хорошие дороги тебя, друг. Вали отсюда. Корносай, тихо. Давай, давай. Ставим, ставим. Корно. Корно дорога, запомнил? Коктовела корносай. А еще подогреть. Чай Вэрон. До свидания. Чай Вэрон. Чай Вэрон. Видишь какие-то произношения говорят? Хорошие. Да я же этот, потенциальный полиглот. Полиуретан. На. А ты можешь палочку нам оставить? Я ее вам не принес. Благодарю тебя, да? Так, я сейчас здесь, там мешают им вот это. И вот сюда заброшу. А потом отсюда эту землю будете перетаскивать. По другому вверху. Сюда рядом земная еда бросать. Кисок. Что это? Туда не подлезь. Пойди, чтобы мелкими уплотить внизу. Понятно. Вообще не все. Когда батарейка у него садится? К концу дня. Нет, что-то я не знаю. 82 года, как будто ему 20. Шар нашит, шар нашит. Как это так можно вообще? Жить. Господь дает такие силы. Нечеловечье что-то. Работать, работать еще раз, работать. Даже страшно представить, какой он в молодости был. Вообще. По 300 процентов он говорит. Тут надо так. Он пускай вот эта пуща так притягивает. Да. Солому кидает, задабривает и мы это установим сразу. Моя работа, наверное, это 50 процентов. Вместо 100. А у Игната Тихоновича сейчас, наверное, процентов 150 или 200. Смотрите. Это вообще что-то потрясающе просто. Я говорю, не хватает моего мотоблока здесь на подвозе. Солома и ветка вывозили побольше с нас. Что-то где-то забрал, тащит. Как большой рюкзак туристический выглядит. Опа. Не донимай, не донимай. Геннадий Фастов хорошо, конечно, слушать под работу. Но у меня уши начинают болеть. Ласточки тут у нас домики для ласточек загубили. Ааа. Ну понятно. Да вы и воду мучите тут. Что мы только не делаем? Как на Афоне тут ласточки на гнездах. Да. Пещеры киний. Гор только нету. На Афоне-то гористая вроде тема. Тема гористая на Афоне-то. 2033 метра над уровнем. Что сейчас? Солома и веток надо. Ну еще можно. 18 часов 2 минуты. Это уже ближе к делу. Это уже ближе к семьи. Мы же не анти семи. Ну мы не анти семи, да. Мы за 7. А в 7 у нас ужин. Ну по плану. Если еще надо, выберите сами. Если начальник не передумает. Начальник нашу сроки. Вот и он. Хорошо уже. Все забрал. В 7 часов уже скоро. Внимай. Снимай. Снимай, не горелись. Внимай. Внимай. сапоги болотные под клюкву собирать модель специально такая сапоги болотные под клюкву по снегу покороче под чернигу покороче по землянику кроссовках или в голову иди финиш напрямую там засними перед ужином сейчас померю вообще даже 9 еще поставить я сказал какой-то и поставить может успеем кому сколько отпущено может и успеет вот так вот труды труды очень хорошо как это не смешно слушать сидя за монитором но тут конечно это тебе не на расстояние играть и смотрите а тут рядом очистили мы что сделали здесь можно и 9 метров примерно укреплено утрамбовано не знаю там он деревьев точно корчат в далеке подмывает берег и дорога это может разрушиться специалист что надо насыпать с этой стороны воды 6 метров примерно но тут сделано и мы являем послушание просто особо не брыкаться надо и делаем что и делаем на свежем воздухе с молитвой иногда даже и молиться не приходится я сегодня сейчас сравнил со свиньей который смотрит постоянно вниз до головы на небо постоянно так и не не поднимешь иной раз глаза рубишь рубишь а вот и вон тихо ну там не выйти ну ну ладно кажется дождь начнется сейчас заходи мы там заберем у них место они помнят что это место есть не было да панику птицам навели не знает куда деваться теперь гнезда их засованили да надо же так а я никогда не видал что береговушки потеряли гнезда ну побыл посмотрел бывает руку сонешь а не глубоко не достанешь какой красивый озеро подхомутали его там то уже и так будет вот это мы главное сейчас захватить подхомутали подхомутали ну и сегодня будем да мы денемся жилья 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 мы заготовим там ездить можно поблагодарить давайте величину да мы просили благословить нашу сделать его полезным и безопасным и ты совершил это хвала тебе ты дал добрую погоду нам слава тебе ты расположил на сердца людей проезжающих хвала тебе слава тебе и честь и поклонение Отец и Святой Дух. Аминь. Ох, как хорошо где верно. Всё своё, всё подачки. Еда придёшь, радость одна. Всё своё. А тут рыбы-то, я считаю, в последние годы не было. А сейчас рыба. Раньше был окунь здесь большой. Это при нас было. Ну, всё вымерзло. Там фророва была, вон там, куда далёко. И там была она шириной, я не знаю сколько, но метров, наверное, шесть. Так, нам нужно сегодня ещё мачту приготовить. Сельдвич. Сельдвич. Мачту. Топорами. Ну, просил Алексей. Топорами. Г ручки. Это пиларика Бivelyши. И я saucю. М schautа. example вы ожидали. Спасибо. Попят? До новых встреч Points valuable про то, в общемoten о survival,